Продолжайте движение 50 километров 110 километров Пацан сломался Привет, друзья! В сегодняшнем видео у нас речь пойдет об УАЗе Патриоте, на котором установлен Линукс. Видео будет проходить в режиме диалога, и вопросы мне позадает Forrest Beach. Также я буду переходить в домашнюю студию, чтобы делать добавление и пояснения при необходимости во время диалога. Напомню, что видео посвящено бортовому компьютеру на Линукс. И это даже скорее что-то вроде вводного видео. Сама по себе тема бортового компьютера достаточно обширная. Здесь много материала и много нереализованных идей. Поэтому я решил разбить эту тему на несколько видеороликов. Итак, вернемся к нашему интервью, если это можно так назвать. Слушай, а что это у тебя такое? Это вот эта вот черная штука? Да. Это специальный автомобильный монитор. С помощью него можно смотреть камеры переднего и заднего вида, подключаться к компьютеру и к другим внешним устройствам. Интересно, а покажешь, как работает? Конечно. Так, включаем. Я вывел на кнопочку специальную. Так, у нас сразу он сейчас подключен на камеру заднего вида. А переднего вида камеры у меня нет, но она как бы и не нужна. А вот задняя, с ней произошел такой казус. То есть я ее поставил еще задолго до того, как купил багажник с лестницей. Поэтому теперь лестница мешает просмотру. Но в принципе, в принципе, она свою функцию выполняет. А вот давайте я покажу, как это будет без этой лестницы. Вот, совсем другая картинка. А ты сказала, компьютер. Его тоже можно подключить? Да, специальный автомобильный компьютер. Хочешь посмотреть? Да, давай. Так, сначала мы выберем вход. Вход у меня тут есть HDMI, вот PC, DVI и как раз вот этот видео вход. Да, мы выбираем PC, потому что через HDMI мне было, ну, не очень удобно подключить, а через вход DSAP там все передается и, соответственно, touch screen, и, ну, в общем, одним проводом все идет и питание, и все прочее. Так, потом мы... Я вывел специальную кнопочку для компьютера. Вот, мы нажимаем и ждем. Сейчас она должна мигнуть, когда он будет включаться. Так, и сейчас он загорится. У тебя сразу включается видеорегистратор? Да, сейчас пока видеорегистратор запитан от компьютера, но у меня есть на него планы. Забегая вперед скажу, что этот видеорегистратор можно использовать как обычную веб-камеру, но чтобы переключить его в режим веб-камеры, его необходимо отключить от USB разъема, потом включить и в стартовом меню выбрать соответствующий пункт для переключения в режим веб-камеры. У меня в планах сделать электронный переключатель, который будет все делать, ну кроме выбора из меню. А сейчас это все у меня происходит с помощью старого советского переключателя, который я даже вам не буду показывать, дабы не портить впечатление. Но это в дальнейшем я буду исправлять, то есть это будет отдельное питание идти, на самом деле. Круто. О, Linux. А почему не Windows? Ну, потому что в машине все должно быть надежно, а также должна быть надежная операционка и на бортовом компьютере. Поэтому я выбрал Linux, потому что он надежнее Windows гораздо. Что твой компьютер умеет делать? Ну, прежде всего он умеет воспроизводить музыку во флаг-формате. Это, собственно, первая фича, которая меня именно сподвигла на то, чтобы сделать бортовой компьютер. Ну вот, например, сейчас мы можем включить какую-нибудь музыку. Вон, давайте Beatles включим какую-нибудь. На самом деле курсор стоял на песне «Beatles Michelle». Но Audacious – это такой аудиоплеер, который ведет себя странным образом. То есть он может запускать композиции не так, как нужно, а так, как ему, скажем, хочется. То есть в данном случае он запустил композицию не ту, на которой стоял курсор, а ту, на которой закончилось воспроизведение. И, естественно, сейчас звучит не «Beatles», а «Scorpions – Wind of Changes». Сейчас воспроизводится через монитор. А можно подключить какие-нибудь другие устройства? Да, конечно, можно подключить автомагнитолу, хотя она, конечно, не рассчитана на подключение, поэтому я сделал специальный здесь у меня вот выключатель. И вот таким вот образом мы его переключаем. Давайте какую-нибудь еще. Пожалуйста. Вуаля. Прикольно. Моя любимая песня. Ну, мы это послушаем как-нибудь позже. Я боюсь, что иначе YouTube выдаст предупреждение. Итак, что он еще может, да? Да. Кроме музыки, ну, соответственно, все, что может Linux, да, то есть я могу работать с документами в LibreOffice, да, то есть здесь вот у меня есть экранная клавиатура, вот, с помощью нее я... Я могу подключить и обычную клавиатуру, но я еще не знаю, где ее разместить, на самом деле. А так можно вот, вот, пожалуйста, редактировать что-нибудь там, открывать документы, которые есть, собственно говоря, их править. Ну, работать через нее можно полноценно. Так, у меня есть здесь Skype, соответственно, есть вот такая вот штука. Вот, это видеокамера, это вебка, да, через которую я могу работать в Скайпе, да, то есть с кем-то общаться в Скайпе, или делать просто селфи. Вот сейчас покажу, как это делается. Сейчас мы выберем здесь, например, вот эту Cheese, да, и она должна... Вот, вот, вот. Прикольно. Всем привет. Вот. Так что, пожалуйста, видеокамеры тоже это можно пользоваться все равно, то есть во время езды. Ну, вот, например, мы для будущих видеоблогов снимали поездку в Крым. Сейчас я быстренько пытаюсь это показать. Ну, вот, например. Вот. Узнаешь? Что это милая леди? Да. Так, что-то только звука не наблюдается. Сейчас, подождите, посмотрим. Где-нибудь еще есть у нас? Вот, пожалуйста. Как всегда, что-нибудь сделаем. Да, это уже, по-моему, в Крыму, если не ошибаюсь. Так что вот так. Форс Двич живет печенье. Живет печенье Форс Двич, да. Класс. А еще что-нибудь? Ну, естественно, навигация. Естественно, навигация. Здесь стоит навигатор у меня Seven Ways. Наш русский навигатор. Очень неплохой навигатор. Правда, карты устарели, но это все поправимо. И вот, пожалуйста, у нас сейчас показывают, где мы находимся. Вот пустырь, вот дороги. Дороги грунтовые, естественно. Вот. И мы можем, в принципе, выбрать, куда нам ехать и построить маршрут. Вот, например, давайте историю какую-нибудь. Давайте Рязань. Везде одна Рязань. Да. Вот. Через 100 метров по возможности выполните разворот. И, пожалуйста, нам... Через 200 метров резко поверните направо. Голосом подсказывает. Даже через... И через монитор можно слушать, и через магнитолу можно слушать. Так что можно пользоваться навигатором. Ну, чем мы, собственно, и пользовались по дороге. Мы вот с ним уже три раза съездили в Крым. И вот успешно пользовались там, даже когда были горы, даже когда сигнал был очень плохой. И, кстати говоря, сам датчик, сам датчик находится вот здесь. Вот здесь. Сейчас я его попытаюсь показать. Вот с этой стороны. И вот он мигает. Это значит, он работает. Можно через него выйти в интернет? Да, конечно, тоже можно. У него есть модуль GPRS. Вот, пожалуйста, мегафон. Правда, он мне сейчас не оплаченный. Но все равно сейчас мы должны что-то увидеть, если он, конечно, законнектится. Да, все, он законнектился. И вот мы можем открыть Mozilla Firefox. Так, сейчас попробуем так это закрыть. И он у нас попробует выйти в интернет. Вот, пожалуйста. Да, вот он вышел. Мне нужно заплатить денежек, чтобы, соответственно, мне показать YouTube. Классно. Когда мы ездили в Крым, этот бортовой компьютер служил для нас очень хорошую службу. Особенно в первый раз, когда мы заранее не знали, какой у нас будет маршрут, но цель наша была доехать до Херсонеса Таврического в Севастополе. Это был 2016 год. И качество интернета тогда в Крыму, оно вообще желало лучшего. Бывали места, где на мобильных устройствах практически невозможно было работать в интернете, а нужно было заказывать номера в гостинице, обратные билеты на паром. И вот в этом как раз с помощью своей GPS-антенны нам очень помог хорошо бортовой компьютер. Вот этот вот. 1500, 1500, 600, 1600, 600, 1700. За 1500. За 1500. А почему бы не поставить обычный планшет, например? Ну, я так посчитал, что в машине должно быть устройство достаточно крепкое. Ну, как вот, например, этот монитор. То есть он достаточно крепкий, ударостойкий, скажем. Плюс компьютер в металлическом корпусе. Это как бы первая причина. Он хорошо закреплен. Это не планшет, который можно легко там разбить, повредить и что-то в этом роде. Это первая причина. Вторая причина – это то, что компьютер можно очень просто расширять. И, ну, скажем так, поставить в него там дополнительную память. У меня изначально было 2 гигабайта оперативной памяти. А потом я поставил еще 2, а теперь стало 4. То есть я планирую расширить там до 8, в принципе, можно и выше. Также можно поменять SSD у него. И есть разъем, PCI-разъем расширения. Можно поставить любой контроллер, который, ну, возможно, там пригодится будущему. По-моему, даже был какой-то разъем PCI-Express, если не ошибаюсь. То есть это вторая причина, то, что компьютер проще расширять. И третья причина – это то, что этот компьютер, его гораздо проще подключать к внешним устройствам. То есть у него есть там компорты, последовательные порты, параллельный порт, который я, в принципе, задействовал. Тогда потом мы о нем поговорим, о том, что я там сейчас привязал к параллельному порту. Внутренние USB-порты, много портов, к которым я подключил такие устройства, как Bluetooth, как, значит, контроллеркой линии, который у меня сейчас пока еще не работает. То есть это еще нужно дорабатывать, да. Но, в принципе, мне он уже есть. Ну, вот, собственно говоря, поэтому. То есть если я бы подключал планшет, мне с этим пришлось бы достаточно туго. с подключением всех вот этих вот устройств. Круто! Мне понравилось. А где находится сам компьютер? Компьютер находится вот здесь, вот прямо над бардачком. Прямо здесь находится компьютер? Да, вот под этой панелью. Круто! А расскажешь поподробнее, что у него там внутри, как подключался, крепился? Да, конечно, расскажу. Но я думаю, что этот рассказ займет много времени. И поэтому давай мы об этом поговорим в следующем видео. Хорошо, договорились. А как этот компьютер выключается? Как Ubuntu? Через меню? Ну, можно через меню. Вот, пожалуйста, да, то есть выключение. А можем нажать просто вот на эту кнопочку, да, и смотрим, что происходит. То есть он, в принципе, по АЦПА должен выключиться сейчас будет через некоторое время. Вот, пожалуйста. Круто! Ну, так. Класс! Ну, вот такой получился небольшой обзорчик. В следующем видеоролике я расскажу поподробнее о внутреннем устройстве этого бортового компьютера. А потом я расскажу о том, как я его подключал и крепил. И мы вместе с вами будем его в дальнейшем модернизировать. Так что оставайтесь на канале. Подписывайтесь, кто не подписался. Ставьте лайки. И всем пока! До новых встреч! Самый главный вопрос. Порнушку-то он показывает? Ещё как показывает! А мультик нашли? Блин! Чё не сняли? Интернет! ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok